Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и стартовало то событие, которого ждали все. Буквально пару минут назад открылся мини-ивент, условно, ивент, сейчас объясню почему, Luxury Lounge, он же ивент на слив ресурсов. Для тех, кто не знает, что это такое, сейчас вкратце объясню. В данном событии вы имеете возможность обменивать свои игровые ценности, бустеры, свободный опыт, серебро, либо золото, дни према, в зависимости от того, что у вас в какой копилке есть, на вот эти вот бриллианты. Собираете определенное количество бриллиантов, ну и, соответственно, забираете себе какой-нибудь приз из правой колонки. Почему я говорил по поводу того, что это условно ивент? Все мы знаем, что ивент это игровое событие, в котором необходимо играть, делать что-то, то есть получать знаки классности, наносить урон, делать фраги, короче говоря, выполнять какую-то миссию и за это получать призы. В данном случае, по большей части, здесь идет обмен ваших игровых ресурсов на вот эту вот ивентовую валюту в виде бриллиантов. Но условным этим ивент считается, потому что здесь вам еще есть необходимость, ради того, чтобы забрать некоторые из этих призов, как вы видите, иметь золотые слитки. Допустим, на СТГ 25 штук. Для того, чтобы их заработать, вам необходимо побеждать в боях, и всего вы можете победить 100 раз, соответственно, собрать себе 100 слитков, ну и здесь уже ими распоряжаться. Поэтому это условно ивент, но по большому счету просто обмен ваших игровых ценностей на какие-нибудь другие ценности, которые вас больше интересуют. Чем разработчики здесь порадовали? Что положили? Бустеры. Не совсем понимаю, в чем смысл, потому что обменять одни бустеры для того, чтобы получить другие, ну как-то, честно говоря, глуповато. Что касается того, что повыше. Есть фон профиля, есть внешний вид для тачки, есть атрибут ангара, мотоцикл, который выглядит следующим образом, он будет красоваться у вас в ангаре, но видеть его будете исключительно вы. Ну а если вы стример, то, возможно, и ваши зрители, если вы проводите прямые трансляции, либо выкладываете видео на какие-то платформы. По большей части это больше будет радовать все-таки ваш глаз, если вы обычный зритель. Есть вот такой вот анимированный аватар в виде перстня со значком Wargaming. Есть контейнеры Deluxe, которым вернемся чуть позже. Опять-таки, внешний вид. Ну и главная награда это STG. Если посчитать в голде, то есть просто взять голду, за голду купить бриллианты, то вы потратите 7000 золота и должны сделать 10 побед, ой, простите, 25 побед для того, чтобы собрать 25 слитков. И таким образом забираете себе STG за 7000 золотом. Если у вас есть игровые ценности, то, понятное, капиталовложение в голде будет меньше. STG-шка машина классная и, в принципе, своих 7000 голды, по моему скромному мнению, стоит. Это вполне себе годная восьмерка. Если хотите посмотреть, что она собой представляет, переходите по ссылочке, которая есть внизу в описании, она там будет не одна. Я буквально недавно STG-шку выкатывал из ангара, как раз в пидвере вот этого вот игрового события. Что касается контейнеров Deluxe, они меня расстроили, скажу откровенно, потому что если раньше, ребят, из контейнеров Deluxe выпадали части сертификатов на вот такие вот коллекционки, которые для кого-то были кладцем для того, чтобы можно было поставить их в ангар и радоваться их наличию, как для меня, допустим, мангалы, многие машины, так другие игроки могли их продать, допустим, за 250 голды. То есть, в принципе, можно было таким образом обменивать свои игровые ценности на какие-нибудь коллекционки, за которые получать голду. Ну, а по большому счету, просто обменивать ненужные тебе бустеры на нужное тебе золото. Что же касается сегодняшних контейнеров Deluxe, которые сейчас положили в этом игровом событии, то здесь нет частей сертификатов на какое-то большое количество машин. Здесь у нас есть части сертификатов на Т-44-85. Здесь есть у нас Matilda BP и у нас здесь револьвер. Все. На этом части сертификатов заканчиваются. Раньше их было больше, поэтому мне и больше нравились эти контейнеры. Но, ребят, с другой стороны, есть возможность забрать себе Bizonte C-45. Машина, пускай не имба, но клевая, прикольная премиумная тачка, которая явно не помешает вам в ангаре. Плюс к тому, вы можете забрать себе еще один интересный атрибут ангара, который выглядит вот таким вот внедорожничком для тех, кто любит покататься на волнах. Тут еще и две доски есть у него внутри в кузове. Или вот такой великолепный автомобильщик, с которого, в принципе, все в игре и начиналось в отношении атрибутов. Именно он был первым, которого добавляли в ангар. Причем, что самое интересное, что вот этот атрибут, ровно как и другой автомобиль, становится в одном конце ангара, ну и, соответственно, мотоцикл можно поставить в другом конце ангара. То есть, если вы заберете и то, и другое, то, соответственно, оно мешать друг другу не будет, и вам не придется выбирать, кого из них ставить. Также можно забрать себе до 2500 с золотом и вот эти части сертификата на Тигра 131. Тоже интересная машина, но сугубо в коллекцию. Поэтому, ребят, если посмотреть на вероятности выпадения, я думаю, что в лучшем случае вы соберете себе одну коллекционку, если у вас плюс-минус достаточный запас ваших игровых ценностей. Ну а так, я не думаю, что можете рассчитывать на большое количество машин, которые вы заберете из этих контейнеров. Честное мнение по поводу всего вот этого я только что высказал. Пишите свое мнение в комментариях. Ну а теперь давайте будем обменивать все, что у меня есть, для того, чтобы попытаться достать бизонты. Делать это будем на всех моих аккаунтах, которые я свечу у себя на канале. Поэтому не спешите убегать. Мы еще перепрыгнем на пару другую аккаунтов. Итак, обмениваем все полностью, все в ноль. Сносим, собираем максимальное количество того, что можно собрать. Кстати, мне вот интересно другое. Здесь, допустим, идет у нас 30. Обмениваешь на 30 и обмениваешь фиолетовое. Если опуститься ниже, то можно получить 50. А, это не то, ребят. Вот, простите, простите, ошибся. Все, мне просто показалось, что можно обменивать бустеры более низкого уровня. Я не готовился к записи данного видео, потому что не знал, что именно будет, по какой цене. Поэтому сейчас зайдем в бусты. Пообъединяем полностью все. И, соответственно, будем тогда уже распоряжаться по... Стоять. Так, установить, снять. Вот, объединение. Простите, пожалуйста. Сейчас быстренько все это делаем. Я хочу слить полностью все, для того, чтобы бизонты себе достать. У меня бизонты нет. Безусловно, хотелось бы, чтобы этот бизонты появился у меня на основном аккаунте, а не на каком-то из моих твинков. Но если, по крайней мере, на твинке он будет, уже, мне кажется, будет неплохо. Возвращаемся к орговому событию. И давайте еще раз. Вот, добили мы дополнительное количество. Меняем полностью все, что у меня есть. Уходим в ноль полнейший. Но я бустерами не сильно дорожу. По той причине, что, по большому счету, они постоянно выпадают из каких-то контейнеров. Их постоянно добавляют в всякого рода игровых событиях, в ивентах. Поэтому набрать их не есть проблема. А получить возможность забрать себе тачку, как говорится, почему бы и нет. 2190. Есть у меня еще 260 тысяч свободного опыта. Но к этому вопросу вернемся чуть позже. Хотя, с другой стороны, можем попробовать добить до 3000. Получается, нам не хватает, если я правильно помню математику, 810. Но этих 810 давайте будем, наверное, добивать за счет, в первую очередь, свободки. Серебро, в принципе, может еще понадобиться. Ну, а что касается свободного опыта, то я думаю, что не есть проблема. Мне надо 810. Едем. 750. Ну, вот, 825. Пусть будет так. Итого, получается, мы получаем возможность открыть 10 контейнеров Deluxe на этом аккаунте. Поехали. Первый контейнер. И сразу Бизонте. Сразу Бизонте. Быстренько его сюда. Нет, 500 голды. Но я считаю, что это тоже довольно-таки круто. И часть сертификата в количестве 5 штук на Матильду Блэк Принц. Едем дальше. Бизонты. Нет. Опять Матильда БП. Ну, в принципе, неплохо. Может, даже Батильду дособираю себе. Почему бы и нет. На Тигра 131. Открываем еще. Блин. Ну, честно говоря, нудновато то, что приходится постоянно выходить, заходить. Лучше бы здесь кнопку поставили. Дополнительного открытия. Ну, давай, Бизонте. Бизонте. Нет. Ну, неужели? Половину практически слили, ребят. И, в принципе, пока Бизонте даже не пахнет. Ну, слава богу, в принципе. Потому что я сомневаюсь, что Бизоны хорошо пахнут. Но хотелось бы все-таки, чтобы он выпал. Открываем. Так. Ну, в принципе, я так понимаю, что ничего хорошего пока не получается. Но 500 голды пришло. Не знаю. Кто-то поймет меня, кто-то нет. Но я считаю, что обмен довольно-таки неплохой у меня получился. Да, я много всякого рода бустеров слил. И свободки там немножко подслил. Но все-таки и то, и другое можно нафармить. А голду нафармить гораздо сложнее. На этом аккаунте закончили. Перепрыгиваем сейчас на мой второй аккаунт. И будем открывать там. Итак, друзья. Второй мой аккаунт. На первом, кстати, забыл вам кое-что показать. Я хотел показать вам результативность моего клана. Одного из. Ну, а точнее, я хотел показать все свои кланы в отношении результативности. Немножко подтормаживает. Но суть сводится к тому, что в очередной раз все мои кланы закрыли полностью все боевые задачи. И закрыли полностью всю неделю. Каждый игрок моего клана забрал все вот эти вот вкусняхи. И на халяву 300 голды. Если вы хотите стать одним из нас, обязательно отправляйте заявки в такие кланы, как GSN GoUp, GSN Star, GSN Fun. И, соответственно, будет вам счастьем. Приходите в компанию единомышленников и выполняйте клановые боевые задачи с весельем, радостью и позитивным настроением в общении с приятными людьми. Ждем ваших заявочек. Ну что, поехали. Давайте посмотрим. Здесь у меня тоже есть, что сливать. Единственное, что точно так же, как и на предыдущем аккаунте, сейчас очень быстренько пообъединяем все бустеры, которые есть у меня в запасе. Как я говорил, бустерами я не дорожу. Ровно как и, по большому счету, свободкой. Именно для этого игрового события я пытался все это дело накопить. Не сильно, конечно, получилось. Многие ребята писали мне по поводу того, что они готовились к этому целый год и собирали целый год, пытались не тратить каждому свое. Я как-то не сильно на эту тему заморачивался. Ну и получился не сильно подготовленным товарищем к данному игровому событию. Ну что, все, что можно было объединить, объединили. Теперь все это дело мы превращаем с вами в бриллианты. Ну и, соответственно, будем с вами все это дело тратить на то, чтобы открыть контейнеры Deluxe. И, глядишь, оттуда все-таки выпадет. Выпадет заветный Бизонте. Или, может, на этом аккаунте получится собрать какую-то тачку. Так, что у нас там получается? По бустерам, в принципе, мы заканчиваем. Что касается дней према. У меня там есть два, но сколько надо. Не получится ничего, потому что необходимо пять. У меня всего лишь два. Бустеры голды, кстати, не советую сливать. Потому что, ну, в край, в край невыгодно 30 бустов отдавать всего лишь за 150 бриллиантов. Поэтому не рекомендую ни в коем случае. Ну и уж тем более голду не рекомендую тратить, если вы не хотите просто взять и купить себе СТГ. Теперь, что касается того, что мы делаем. Я думаю, что мы можем вполне спокойно попытаться добраться. Нам надо в районе полутора тысяч. Это где-то вот так приблизительно. Для того, чтобы получить тоже возможность открыть 10 контейнеров делюкс. Что, в принципе, мы сейчас и делаем на втором аккаунте. Поехали. Первый конт. Часть сертификата на 131. Вот так вот. Сейчас. Как это у меня так? Вот так интересно у меня получалось. Так гораздо проще и гораздо быстрее. Открываем. Третий контейнер. Сертификаты на 131. Слушайте, здесь, короче, на этом аккаунте вообще не фартит. Полностью. Выпадает то, что, в принципе, не сильно интересно. Но, кстати, обратите внимание, что в основном выпадает на 131 и выпадает на Matilda Black Prince. Будьте к этому готовы. Я не знаю, насколько справедливым будет мое заявление, но, по-моему, здесь перевес явно в сторону этих машин. 250 голды. Менее выгодно, чем на предыдущем аккаунте. Но спасибо. Хоть какая-то дополнительная компенсация морального ущерба. Кстати, если хотите компенсировать мой моральный ущерб за мои труды и старания, ну и, соответственно, за слив всего, что у меня есть, прямо сейчас ставьте лайк данному видео и подписывайтесь на канал. Я стараюсь специально для вас и пытаюсь быть вам не только полезным, но и интересным. Есть. Есть еще части на Т-44-85, но от этого, как я понимаю, толку маловато. И 500 голды. 750 на данном аккаунте. И я считаю, что в целом это довольно неплохо. Мне лучше на аккаунте 750 голды, нежели ненужные бустеры на аккаунте, на котором я играю не так уж и часто. Ну, по крайней мере, я его не развиваю, использую эту голду для того, чтобы приобретать какие-то ценности. Ну и, соответственно, за эти ценности, приобретая какие-то, точнее, не так, приобретая за эту голду какие-то ценности, снимаю на них обзоры. Что касается сертификатов. Давайте посмотрим, что нам там повыпадало, на каком я свете в отношении сбора транспортных средств. 85 на Т-44, простите, на Т-44, 85, 25 сертификатов. На револьвера всего лишь 5 я смог собрать. И 10 на Матильду Блэк Принц. Есть еще 10, простите, промахнулся. Вот они, 25 на Тигра 131. Не густо, честно, ребят, не густо. И я для себя понимаю, что сейчас на моем основном аккаунте, куда мы тут сейчас перейдем, ну, это все превратится просто в тупой слив ресурсов. И навряд ли оттуда что-то годное я получу. Перепрыгиваем. Итак, ребят, основной аккаунт. Давайте сразу начинаем, как и на предыдущих аккаунтах моих, объединять бустеры, для того, чтобы получить бустеры соответствующего вида. И потом хочу кое-что вместе с вами посчитать. В частности, я хочу сначала перевести все свои бустеры в бриллианты, перевести свободку в бриллианты, для того, чтобы получить ровное количество контейнеров. Ну и, соответственно, после этого посмотреть, сколько голды плюс-минус необходимо будет добавить, для того, чтобы просто купить главную награду. То есть, особо ничего не делая, путем добавления необходимого количества бриллиантов, именно за счет золотого запаса. Быстренько меняем бустеры все, ну и, соответственно, приблизительно прикинем. Я не буду там прям совсем скрупулезно считать все на калькуляторе. У каждого своя копилка. Давайте смотреть. Я сливаю полностью все бустеры. Сейчас сольем 655 бустеров на свободку, 218 на перезарядку. Ну и до этого слил там определенное количество бустеров другого вида. Что я с этого всего получаю? Сейчас сольем полностью все. Итого, слив полностью все свои бустеры, которые были, не имея возможности сливать премы, но есть дни прем аккаунта. Если вдруг вам их не жалко, мне не жалко. Я сливаю два раза по 30, с того получаю 4500. У меня в сухом остатке остается 12 дней према, но я их не могу никуда слить, потому что такого ценника здесь нет. Окей, хорошо, пусть остаются. Как видите, дальше просит типа, а не хотели бы вы добавить? Нет у меня чем добавлять. Итого, ребят, без голды у меня сейчас получилось 9705. То есть, в принципе, я могу вполне спокойно, если бы он нужен был мне, а он у меня есть на основном аккаунте, стг просто взять и купить, сыграв 25 победных боев. И прем у меня в кармане, что я считаю лично довольно-таки крутым обменом. Я обменял бустеры, обменял дни према, но при этом получаю премиумный танк абсолютно бесплатно, без каких-либо донатов и всего остального. Поэтому, в принципе, ценник на стг меня абсолютно устраивает в таком случае. Что касается остального, то я бы еще имел вполне спокойно возможность пооткрывать контейнеры делюкс, и, глядишь, оттуда бы что-то мне еще и упало. Давайте открывать контейнеры делюкс, потом еще за свободку немножко докупим в случае необходимости для ровного счета, но не более того. Итак, револьвер. У меня на револьвера есть части, сейчас мне добавилось 5, до этого у меня 20 уже было. Глядишь, может револьвера соберу, которого у меня, кстати, на данном аккаунте нет. Было бы, в принципе, неплохо. Едем. Я, конечно, хочу бизонта, держу пальцы крестиком. Тигр 131-й, не помню, честно говоря, есть на основном аккаунте или нет. Посмотрим чуть позже. Еще раз на Тигра 131-й, но мало частей выпадает. Реально, ребят, очень мало выпадает частей на машины. Матильда Блэк Принц у меня есть, неинтересно. Ее когда-то раздавали абсолютно бесплатно. Едем дальше. Бустеры на голду. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо, потому что каждый бустер, играя на 10-м уровне, это 15 голды. Сейчас было раз, три бустера. Вот сейчас второй раз три буста. Выпало того шесть бустеров, да на 15. Получается цифра довольно неплохая. Практически под сотню голды там. Можно, в принципе, собрать с этого дела, играя с поражениями, победами 50 на 50. Ну, внешний вид выпал. Неплохо. Сияние роскоши. И на револьвера продолжаем собирать. 35. Ну, маловато, конечно. Маловато. Не знаю, получится дособрать или нет. Если получится дособрать, буду доволен. На Т-44-85 у меня 50 частей сертификата. 40 было до этого. Ну и, соответственно, десятка сейчас выпала. Ну, давай. Давай, Бизонтыча мне. Пожалуйста. Мне так повезло достать себе машину из рулетки. Я верю в себя. 250 голды. Ну, окей, хорошо. Едем дальше. У меня еще целых 6 тысяч. Это для нас целых 20 контейнеров. Матильда, Блэк Принц. Давайте я немножко буду ускорять. 250. Ну, давай. Револьвер. Т-44-85. Опять-таки, не помню, есть у меня эта машина или у меня ее нет. На револьвер. Сколько у меня уже на револьвера? На револьвера у меня 60 частей. Так что, в принципе, есть шансы дособрать револьвера. Матильда, Блэк Принц. Револьвер. Блэк Принц. Т-44-85. Револьвер. Матильда, Блэк Принц. Еще Матильда, Блэк Принц. Ну, слушайте, по крайней мере, еще и бусты падают. Это тоже, в принципе, неплохо. Осколки мне как-то вообще неинтересны. Я уже и не помню, сколько у меня там тысяч. Где-то под полсотни я уже насобирал. Все жду, когда появятся вот эти вот контейнеры, в которых можно было доставать себе части... Точнее, не так, сертификаты на свободку. Были когда-то один раз в игре. И я очень жду, что они вернутся. Поэтому осколки не трачу на покупку контейнеров. Просто с всякого рода украшениями. Да нет, ну это чума, реально. Я только что открыл более 20 с копейками контейнеров. И Бизонте за все время не выпал. 105 частей на револьвера. Ну получается, получается, что я собрал себе абсолютно на халяву, не докладывая ничего, по большому счету, кроме бустеров и дней према, которые мне не нужны были, я забрал себе великолепного револьвера. Почему великолепного? Потому что халявного. Хотя саму машину мега супер крутой я не считаю, в отличие от многих других ютюберов. Что мы еще получили по частям сертификатов? Видишь, может сейчас еще какую-то машину мы собрали. Просто я на это внимание не обратил. Смотрим. Итак, на револьвере понятное дело, что тут мне остаточек остался. Мне не хватило буквально 5 частей для того, чтобы собрать Матильду Блэк Принц. Хотя, в принципе, она у меня есть. И 45 частей из 100 на 131. Вот такой вот результат в отношении открытия. И я, честно говоря, не знаю, имеет ли смысл сливать свободный опыт. Наверное, я солью, но только для того, чтобы порадовать вас. Порадовать вас и посмотреть, изменится ли что-то, если я куплю эти бриллианты именно за... За свободку за свою. Хотя курс, ну прям совсем неприятный. Потому что 75 всего лишь за целых 10 тысяч. Это, ну, не очень, не очень подходящий курс. Давайте вот так вот сделаем. Так, чтобы получить контейнер. Открываем контейнер Deluxe и Бизонте фиг выпадет мне. Потому что мы открыли 20 с копейками контов и нифига не получилось. На Т-44-85 зато получилось собрать. И я считаю, что это довольно-таки неплохо. Используя я получу компенсацию в размере одного ляма серебром. Вот так вот. Ну, в принципе, ничего удивительного, потому что это премиумная машина. И, соответственно, компенсация будет именно в серии, а не в золоте. В отличие от коллекционок, про которые я говорил в начале видео, что лучше бы в этом контейнере Deluxe все-таки лежали коллекционки, а не премиумные машины. Так было бы гораздо выгоднее. Вот такие вот шансы выпадения из контейнера Deluxe. Бизонты забрать я не смог. Но в целом, ребят, я не расстроен. Я собрал себе револьвера. Как говорится, почему бы и не порадоваться этой халяве, дополнительной у себя на аккаунте, которого раньше на аккаунте у меня не было. Вот такое вот видео получилось. Спасибо вам большое за просмотр. Грамотно сливайте свои игровые ценности. Если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит в игре, то прямо сейчас подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайк. Ну и жду вас в гости. Мира вам, друзья. И обязательно спокойствие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...